Жители столицы Коми призывают городские власти привести в порядок здание старого автовокзала на Заводской 13. Оно пустует уже не один год. Территория вокруг необлагороженная, повсюду мусор, разбитые стекла и растущие сквозь асфальт кусты. Тем не менее, на площадке у вокзала всегда многолюдно, отсюда отправляются дачные и пригородные автобусы. Дарья Волокжанина пообщалась с иктывкарцами. Это здание старого автовокзала, что возле аэропорта. Раньше это было оживленное место, отсюда отправлялись автобусы на междугородние направления. И вот здание уже несколько лет пустует. За это время стены и окна покрылись толстым слоем пыли. Все поросло травой и какими-то даже кустарниками. Хоть автовокзал уже не функционирует, но отсюда по-прежнему постоянно отъезжают автобусы на пригородные направления и дачные маршруты. Место их остановки не оборудовано, нет ни крыши, ни навеса. В знойную или же наоборот в дождливую погоду сыктывкарцы ждут автобус, подпирая с собой стенки бывшего автопавильона. Раньше был такой автовокзал хороший, а сейчас что? И ни от дождя не спрятаться, ни от солнца не спрятаться. Ну, на дачу ездим отсюда, как-то нам удобнее, чем на окраине города. Здесь поближе. Очень плохо даже от дождя негде спрятаться. Хоть бы какую-то остановочку настоящую поставили, если уже вокзал не хотят восстанавливать. Автовокзал нужен. Нужно отсюда уходит много автобусов. Дачные маршруты, пригородные. Удобно. А вот здание? Ну, хорошее было здание раньше. Приятно было зайти, но вот забросили почему-то. Раньше был очень хороший тут автовокзал, было какое-то кафе, даже туалеты, кулинария была. И почему-то вот это вот все убрали, хотя автобусы все равно ездят. Мне кажется, надо благоустроить как-то эту территорию. Одно но. Здание автовокзала в собственности участника. Он, к слову, стремится с ним расстаться. На фасаде висит объявление об аренде. А в телефонном разговоре собственник уточнил, что о выкупе здания с ним уже около полугода ведет переговоры мэрия. Да только в столичной администрации эту информацию не подтверждают. На сегодня таких данных нет ни в бюджете, ни в планах комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Сыктывкара. Напомним, автопавильон на Заводской 13 закрыли в 2017 году после ввода в эксплуатацию и запуска рейсов от нового автовокзала в местечке Даффан. Многие жители города считают его расположение неудобным. Перевозчики же отмечают, там хорошее место для разворота, но периодически возникают вопросы к обслуживанию территории. Для нас, как для перевозчиков, которые обслуживают в основной своей массе городские маршруты, данный автовокзал важен как конечный остановочный пункт, на котором мы производим разворот. Нам нужна разворотная площадка. Вопросы могут возникать, и они возникают в межсезонье именно с расчисткой данной территории, с расчисткой подъездных путей, когда гололедится у нас. Тогда возникают вопросы. Жители Сыктывкара просят мэрию прислушаться и к их мнению, поспособствовать открытию автовокзала на старом месте или хотя бы сделать остановочный комплекс комфортнее. В столичной мэрии отмечают, что остановка возле старого автопавильона находится в нормативном состоянии. Однако комплекс действительно нуждается в снятии объявлений и покраске стен от надписей, что будет проведено силами МКП Дорожное хозяйство.